Вроде нормально, со всеми государствами, чтобы дальше влака в войне не было, а чужую технику разваливают вновь, готовят новую технику, чтобы никакого воздействия не попались. А что бы вам еще хотелось рассказать о войне? Может быть какой-нибудь интересный случай, история, который произошел с вами на фронте? Когда-то наступали, так народ нормально было. Все солдаты оружие по дороге в кучу складывали и стояли. Нас встречали. Еще этот комбрин по океану нашей противотанковой. Мы ехали. Три батареи впереди. По пехоту одного сората выпустили. Комбрин по нелегкой души и подъехал к нам. Машин Рогат командировал машину. Разрешил по пехотам и стараться в порт идти. По пехотам стараться в порт не разрешил. Но пехота поехали. Километра-полтора была от нас. А сзади нас вообще не знаю, что получилось. Я в этом не знаю. Мы три сутки ехали впереди. Мост был небольшой, взорван. Трехать нельзя было там. Кустарник небольшой. Эти, которые в кучу сложили оружие. У нас было все. Топоры запили. Они быстро. Война с Германией. Уже начали бомбики. Брест. Вот. Но до Москвы еще и не долетали. А какая у вас реакция была? Хорошего мама. Да. А что вы думали тогда о причинах войны? Что? Что вы тогда думали о причинах войны? О причинах? Да. Откуда я мог знать причина? Потому что неизвестно какая была причина. Я бы сказал. Гитлер в феврале приезжал. Заключил договор о ненападении. Этим пользовались пока, как говорится, советский народ. Заключил договор. Не думали, что он начнет войну. А он пронюхал, что у нас только началось обновление новой техники. А у него уже была снабжена армия этой новейшей техникой. А вы слышали речь Молотова 22 июня 1941 года? Слышал по радио. Слышал по радио. Радио у нас там в деревне, как называли, крышка-то. Это вот, ну на улице даже вот радиофон слушали. Речь Молотова. А речь Сталина вы слышали 3 июля 1941 года? Сталин, вы слышали речь Сталина? Не помню. Какое впечатление тогда произвели на вас эта речь? Все. Какое впечатление произвела на вас эта речь? Не понял. Впечатление у вас от этой речи какое было? Впечатление, ну, хорошего, малыша, я могу сказать. Я даже давно забыл уже, какое впечатление было. А когда и как вы были призваны в действующую армию? Да. Я сейчас тебе скажу сперва. Меня призвали 8 ноября 1943 года. Повестку меня вручили. Но мы в деревне жили и опоздали. Вместо 9 часов утра мы приехали к 9 часов вечера. Деревня 25 километров от военкомата. Ну и нам сразу потом вручили повестки на первое или на второе, я не помню, 45-е года уже набор тот закончился. Но мы, как сказать, этот раз не опоздали, а по-видимому военком отговорился от этого набора и нам снова потом на 23 марта повестки выделили. Так что я, как говорится, полгода жил, как говорится, никуда не уедешь, никуда не поступишь. Это же, как говорится, повестка на службу. И 23 марта уже нас окончательно уже погрузили и отправили. И это Калужская область, это, как, сейчас станция, сейчас, как, сейчас скажу, ой, бог бог. Ну, вспомню, это город Киров, можно сказать. А с Кирова нас довезли до Смоленщины, город Смоленск. Вместо того, что в тыл, нас впервые увезли на Смоленск. Там снова добавили этих белорусов, там комиссию проходили, там дня три или четыре. И привезли потом, вот, в Бершетский лагеря сюда, в Пермь. Здесь пять месяцев нас проучили и на фронт отправили. А в каких сражениях вам пришлось принимать участие? Чё? В каких сражениях вам пришлось принимать участие? Ну, так, Третий Белорусский фронт. Это... 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 Как... Не это... Ну... Там же ж... Это... Как... У нас там... Эти... Были... Союзные... Эти... Это... Не... Это... Уже забыл, как эти... Республики-то, Прибалтики, Прибалтики, Прибалтийские страны. Вот. Прибал... Прибалтики, вот. В направлении Кеннезберга. Под... Под... Да... Уже в Восточной Пруссии это уже. А может быть вы помните один из наиболее ярких боёв или с эпизодом вашего участия? Ну, не помню. А какая минута или день событий были самыми трудными, тяжёлыми и опасными? Чё? Какая минута, день или события были самыми трудными, тяжёлыми и опасными? Не помню. Чё за вопрос? Ну, какое событие или может быть день был самый опасный, тяжёлый? А это не помню. А какое событие запомнилось как радостное? Это, как говорится, наступление, там сёлы, деревни, речки, лес. Ну, наступление, как говорится, последнее наступление, это же ранило 30 января 44-го года. 30 января 44-й год. Вот, ранило мне в ногу, вот. И после 4 месяца пробыл в госпитале, и война закончила, и я был ещё в госпитале. Хорошо. Скажите, пожалуйста, что для фронтовиков было источником мужества? Чё? Что для фронтовиков было источником мужества? Непонятно, да, чё это мужество. Все, как говорится, убой идут, все одинаково, как говорится. А можете ли вы рассказать о подвиге, которому были свидетелем? О подвигах таких я за полгода таких подвигов не ощущал. Хорошо. А имеете ли вы награды, и какие награды вы имеете, и какие заслуги? Ну, на медали его там понавешиваю, и потом, видишь, орден Отечественной войны второй степени. Какая для вас особенно дорога медаль, и почему? Ну, медаль мне очень нравится, это медаль Жукова, это вот, как, он как маршал Советского Союза, и он как главнокомандующий Свердловскому военному округу, так что у него заслуги перед Родиной большие. А с какими чувствами вы шли на войну? Чего? С какими чувствами вы шли на войну? А как все мобилизованные парни, как говорится, в одинаковых условиях. Вот, дело в том, что, тем более, сперва 8 ноября в военкомат приехали, а потом аж снова повестку проделили, это на январь, вот, на 2 января. Так что, а это уже самочувствие, уже чувствую, что ты уже полувоенный человек. А с какими вы чувствами возвращались с войны? Возвращались с войны? А я же не возвращался с войны, я в госпитале пробыл. Ну, вы ощутили радость, что вот... Я только, как сказать... Вот, когда подписали 8 мая этот договор о перемирии, вот, Жуков и Кентин, там это было в Рейстаге, значит... Было в 11.30, это по варшавскому, по берлинскому времени, а у нас уже было пол первого, поэтому мы празднуем 9 мая, а вся там Европа 8 мая. Хорошо. А каким, как воспринималось в начале войны то, что Красной Армии пришлось отступать? Пришлось отступать, потому что плохое, плохое еще вооружение. А как это вы воспринимали? Ну, что, я сейчас дома в гражданке был, это же я в Смоленщине, родился на 3 километра от Десны, вот, как сориентировать Московско-Варшавское шоссе, значит... Вот деревня налево от Московско-Варшавского шоссе 10 километров, а то слышала такое, город Десногорск. Ну, вот, от Десногорска 20 километров, вот, вот, примерно в этом районе я родился, вот, и больше не возвращался, потому что демобилизовался в сентябре 50-го года, вот. А родители уехали на стройку, стали с Барнавул, так что я туда больше, на Смоленщину, не возвращался. А у вас были сомнения в победе? Чего? Были сомнения в победе? Нет, не было такого. Потому что наши войска уже начали, как говорится, оснащение уже было «Катюши», теперь эти Т-34 обновленные, вот, танки. Так что, уже российская армия приобрела, как говорится, преимущество, поимела над немецкими войсками. А что вы знали осенью 941 года о положении под Москвой? А честно сказать, значит, 1941 год, никто об этом не написал, а помог, как говорится, царь и бог, это 40-кавы, 40-градусные морозы. Вот, помогло, как говорится, Москве, что войска у них не были оснащены землями, ерунья, так что, а под Москву уже 5 декабря был парад войск, которые, две армии были переносированы из Дальи Востока, они были обмандированы в зимнюю одежду, ну и снаряжение нормальное было. Так что, они вот, немцу потом километров за 200 с лишним от Москвы за зиму, морозы были за зиму, вот, это, от Москвы, как говорится, ну, отогнали эти немецкие, немецкие войска. А как вы воспринимали то, что враг подошел вплотную к столице нашей Родины? Как вы воспринимали то, что враг подошел вплотную к столице нашей Родине? Мы же в оккупации были, ничего об этом не знали, мы знали только, как говорится, что мороз.